Добрый вечер. С возвращения в мой домашний салон. Меня немножко начало раздражать то, что очень сильно отросли корни и цвет из какого-то персикового, который мне очень нравился, превратился в больше какой-то светлый. Примерно блонд, но не блонд. И я подумала... Самое время покраситься снова. Я купила осветлители, я попросила помощи у человека, знающего, как работать с красками. К сожалению, краска, которую я заказала, вызвала у меня снова более-менее аллергическую реакцию, но я подумала, что я не очень хочу наносить ее на кожу головы, потому что, ну, это уже будет слишком. Я вообще, в принципе, разрываюсь между двумя луками. Есть вот такой вот волшебный прекрасный пастельный розовый, и есть вот такой вот типа с отросшими корнями, и в целом это довольно ярко и красиво смотрится, и я когда на нее смотрю, мне кажется, вау, класс, мне так нравится. Потом я смотрю на это и думаю, блин, вот это же еще лучше. В общем, я случайно наткнулась на видео, где девочка смешала тонику с бальзамом. У нее покрасились волосы в розовый цвет. В принципе, такой, какой мне надо было. В общем, я попробовала это сделать на волосах, на одной прядке, чтобы посмотреть, типа, какой цвет получится. В целом нормально. Сейчас на часах час тридцать ночи самое время совершать еще один невдуманный поступок. Для этого я приобрела точно такой же бальзам, который был у нее, потому что я все делаю по инструкциям, ребята. Тонике нужно вообще маленькую капельку, то есть я вот столько набодяжила этого... что это? Бальзам. И мне нужно совершенно вот такая вот маленькая капелечка, потому что она, типа, очень жесткая. Если все сработает так, как мне надо, то этой банке тоника можно вообще, я не знаю, полпланеты покрасить. Идеальный цвет, такой, какой я хочу иметь на волосах, но она сказала делать его чуть-чуть более темным, потому что, ну, более насыщенным, потому что на волосах он, очевидно, будет немного... немного другим. Прям вот... чуть-чуть. Как ваши дела? Расскажите. Сняла, значит, ASMR по вашим запросам? И что? Опозорилась в интернете? Надо мне оно было. Я за это время, кстати... Я написала... Я написала в один салон, сколько будет стоить покраска волос, тоси-боси. И они, типа, мне сказали, там, три тысячи гривен на ваши волосы, и я скинула свою фотку. И я говорю... И я такая сижу, думаю, блин, я уже достаточно известный ютубер. Я могу уже позариваться на, так сказать, бесплатные вещи. Я поняла, что за три тысячи краситься я не буду. Я думаю, ну, напишу. А мало ли? Они говорят, да, хорошо, мы посмотрим ваш канал, посмотрим, есть ли у вас наша целевая аудитория, и мы вам, типа, перезвоним. Ну, что сказать? Мне не перезвонили. Это был такой себе эксперимент, но что хочу сказать. Стану популярной, будете локти кусать. Боже, какой же красивый цвет. Тут, наверное, очень плохо видно, но... сочный прям баблгам. А, я не сказала, какая тоника вообще у меня. Тоника бордо, такая же, в принципе, как девочка показывала в своем видео. Вот такой вот цвет получился. Ладно, мне надоело, поэтому мы можем искупать. Так, сделаем секции. Наверно. Клинец. Я впадла. Ну, блин, зачем я за это взялась, если у меня было впадло? Я легла спать и думаю, ну, типа, с надеждой на то, что, типа, я это сделаю завтра. А потом думаю, а зачем ждать? А кого мы ждем, собственно говоря? Если можно, встать и сделаю это прямо сейчас. Я прям чувствую, как внутри вот там вот осталось все непрокрашенным. Квальтика. Я знаю, что нельзя так делать. Послушайте, если вы собираетесь писать, ааа, что она делает? Она расчесывает мокрые волосы, они же так портятся. Да. Но, знаете, вот я так делаю, и она так вот идет. Ни одной зазори. И хоть бы раз она остановилась и сказала, мне неприятно. Нам всем это нравится. Послушайте, не лезьте в нашу семью. Я даже не подозреваю, что кумзани, кстати, происходит. Я вообще хоть куда-то достала? Или как там вообще дела? Главное, что в перчатках была. Ощущение, будто я глажу рыбу. Кайф. Уведемся через полчаса. Так. Ну, оно розовое. Вау. Если честно, надо увидеть, как оно будет сухим выглядеть. Но. Где этот способ был раньше? Честное слово. Я столько красок себе на голову нанесла уже. Короче, до завтра, когда это будет сухим. Что хочу сказать? Ну, оно розовое. Не такое, конечно, как я хотела. Но начнем с того, что я вообще не думала, что розовое вообще хоть как-то получится. Нравится ли мне? Я все утро, проходя мимо зеркало, очень странно на себя смотрела, потому что мне все не могло повериться в то, что у меня правда на голове сейчас вот этот цвет. Прокрасила ли я все? Не будем задавать этот вопрос. Но в целом, лол, получилось. Во-первых, хочу сказать, что тоника и бальзам реально действуют. Во-вторых, результат будет отличным, если вы предварительно осветлите волосы, и в зависимости от того, какой вы хотите оттенок, над этим поработаете. Дальше посмотрим, как оно будет вымываться, конечно. Ну, наконец-то добилась розового. Не такого, как я хотела последние два года, но теперь зато у нас одинаковый цвет волос с Гебби Ханой. Все, запускайте монтаж. Так, в этом видео, кстати, оно получилось довольно короткое, поэтому у нас есть время на приветы. Я скоро перестану так делать однажды. Для начала хочу сделать shout-out, как это называется, бесплатный, мне никто не платил. Есть мальчик, который половит меня в твиттере, и он часто лайкает мои фотографии, мои твиты, поэтому я как-то случайно перешла на его профайл, и оказалось, что у него есть ютуб-канал, на котором он грузит пути не часто, но видео, где он поет. Последнее видео мне очень понравилось, по-моему, у него хороший голос, и, в общем, если вам интересно смотреть на людей, которые поют, мне да, поэтому можете пойти и посмотреть его канал, и полайкать, и попаловить. Хотела с вами поговорить насчет приветов, потому что их становится все больше и больше, ребят, если я буду передавать всем, кто просит, тогда мое видео будет состоять только из передачи приветов, поэтому пора вводить какие-то лимиты, наверное, потому что я так чувствую, многие приходят просто для того, чтобы я передала привет, поэтому сегодня мы ограничимся небольшим количеством людей. Итак, запускаем приветы. Хочу передать привет девочке под именем Стрефиджи, если я правильно это говорю, потому что я знаю, что она очень давно выпаловывает мой канал. Спасибо большое, что ты до сих пор подписана, очень рада тебя видеть, большой тебе привет. Также я не могла не передать привет Арине Рабдановой, потому что она умоляла, и хотела умереть легендой. Пока не умирай, но вот тебе привет, привет из Киева, рада, что ты смотришь мои видео. Аня Дьяченко, я знаю слишком много людей под фамилией Дьяченко, чтобы не передать привет еще одному, так что привет, как у тебя дела. И привет Марта Диэр, рада, что тебе нравятся мои видео, большое спасибо, что их смотришь, привет. Также будут люди, которые фаловят меня в Инстаграме и лайкают очень много моих фотографий, спасибо большое, одна девочка тоже дошла до самого конца, не надо этого делать, там мне стыдно за некоторые фотографии. И, конечно, люди, которые подписаны на меня в Твиттере и все еще лайкают мои твиты, спасибо большое всем. Все, спасибо большое, что посмотрели это видео, надеюсь, вам понравилось, и понравился этот цвет, потому что теперь вы будете меня видеть с ним довольно долго, думаю. Увидимся в следующем видео, где я все-таки надеюсь перевоплотиться в спонт-бопа. Субтитры сделал DimaTorzok